Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги «Пророка Иеремии» для библейского портала «Экзегет» я читаю перевод Луки Маневича. Мы вот уже на середине книги, и здесь не то чтобы меняется тема, в общем, вся книга посвящена одной и той же глобальной теме – разрушению Иерусалима, которая грядет, это наказание за грехи, это возможность каким-то образом исправить жизнь тех, кто в Иерусалиме и в Иудее. Но вот здесь, в середине книги, появляется все больше и больше разговоров о судьбе пророка. Мы уже на это обращали внимание в предыдущих главах. Каково это быть человеком, который предрекает гибель своему собственному народу, который противостоит и политическим властям, и настроению толпы, которые и со священниками, хотя он сам священник, Иеремия, не находит общего языка, потому что для них, для всех важна стабильность, для них важно, чтобы все было, как остается. И Господь – это просто гарант стабильности, больше ничего. Иеремия говорит, а вообще-то Господь от вас ждет резких перемен в вашей жизни. В начале правления царя Иудеи у Акима, сына Иосифа, от Господа было такое слово. Так говорит Господь, встань во дворе Дома Господнего, ну то есть в храме, в священном месте, и возвести жителям городов Иудеи, предшествующих в Дом Господний, совершит поклонение. То есть не на базаре, где там торгуют, не на улице, где кто попал и ходит, а это вот те, кто поклоняются Господу. Вот именно им обращены слова. «Все то, что я повелел тебе сказать им, не пропусти ни слова. Быть может, они послушают, и каждый из них оставит злой путь свой. И тогда я передумаю, не пошлю им бедствия, которые я хотел обрушить на них за их злодеяния». Скажи им. Ты смотрите, Господь дает еще один шанс, да, причем он обращается именно к тем, кто в наибольшей степени готов его услышать, к тем, кто поклоняется Господу, к тем, кто совершает путешествие в Иерусалим, паломничество. Да, это не просто мимо проходил, зашел свечку поставить, да, это вот люди целенаправленно туда пришли. И что же он им говорит? «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня, не будете жить по закону моему, который я дал вам, не будете слушать речи рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю вновь и вновь, хоть вы и не слушаете их, тогда я сделаю с этим домом то, что сделал с Силомом. А город этот абрекун на проклятие у всех народов земли». Силом на одно из мест, где прежде тоже располагалась Скиния, и, соответственно, там сейчас ничего не осталось. Сейчас тот момент, когда говорит об этом Иеремия. И это угрозы. «Иеремия возвестил все эти слова в Доме Господнем, и священники, пророки, и весь народ слушал его. Как только Иеремия сказал все то, что повелел ему Господь, сказать народу, священники, пророк и народ...» «Ух, чего нам здесь ждать? Все покаялись, посыпали головы пеплом, изменили свое поведение, вернули награбленное обиженным, позаботились о вдове и сироте. Народ схватили его и закричали. «Смерть тебе, смерть! Зачем ты, пророчествуя от имени Господа, говорить, что с домом этим будет то же, что было с Силомом, что город этот будет разрушен, жителей в нем не останется?» Весь народ собрался в Доме Господнем, чтобы судить Иеремию. Вельможи иудеи, услыхав об этом, пришли из царского дворца к Дому Господнему и сели там у новых ворот. «И сказали священники и пророки, вельможам и всему народу, этот человек заслуживает смерти, вы сами слышали, что он пророчествовал об этом городе». Проблема в Вестнике. Проблема не в том, что Господь разрушит этот город. Проблема не в том, как мы живем и навлекаем на себя гнев Господа. Проблема в том, что один человек, Иеремий, нам об этом сказал. Как часто в человеческой истории будет повторяться эта ситуация? Убить того, кто говорит неприятные вещи. Ну, например, Иисуса из Назарета. И все проблемы решены. Тогда мы не будем слышать неприятных вещей, и с нами будут происходить только хорошие. Ведь Бог у нас в кармане, так думают они. Ведь Он будет делать то, что мы хотим, чтобы Он делал, и ничего другого никогда. Иеремий сказал вельможам и всему народу. «Господь послал меня возвестить об этом доме, об этом городе пророчества, которое вы слышали. Сделайте благими ваши пути и деяния, повинуйтесь голосу Господа, Бога вашего. И Господь передумает, не пошлет бедствия, которые Он предрек вам. А я, я в ваших руках, делайте со мной то, что кажется вам правильным и справедливым. Но знайте, если вы убьете меня, то кровью невинной запятнайте и себя, и этот город, и всех его жителей. Ибо воистину Господь послал меня к вам, чтобы я возвестил пред вами во всеуслышание все эти слова. «Вельможи и весь народ», — сказали священникам и пророкам, — «этот человек не заслуживает смерти. От имени Господа Бога нашего говорил он с нами». Смотрите, что изменилось? Ничего нового-то не сказал. Он повторил все то же самое, но только, может быть, сначала он в виде угрозы, если вы не изменитесь, то погибнете, а потом в виде повеления, «изменитесь и не погибнете», да, со второго раза дошло. А может быть, когда он сказал, «Господь послал меня возвестить об этом», «повинуйтесь голосу Господа», то есть как бы они привыкли слышать всякие хорошие слова о себе, «вы там великий, замечательный, Господь за вас на вашей стороне». И когда они услышали слово «Господь», то сперва просто даже вот удивились, что звучит не то, что они привыкли, а теперь они вникли в эти слова. Я не знаю, но вот интересный пример, что иногда надо повторять, иногда с первого раза не доходит. Несколько старейшин страны поднялись и сказали всему народному собранию. В одни языки царя Иудея пророчествовал Михей из Мурэшета. Возвестил он всему народу Иудея. Так говорит Господь воинство. «Распашутся и он, как поле, грудой камней Иерусалим станет, а гора, на которой седом построен, холмом лесистым». Но разве царь Иезекия и вся Иудея осмелились убить пророка? «Разве царь не испугался Господа, не постарался умилостивить его? И Господь передумал, не послал бедствия, которые он предрек ему, а мы творим великое зло самим себе». Несколько старейшин, да? То есть вот, наверное, тоже часто возникает ситуация, когда человек пытается докричаться до народа, до толпы. Но толпа довольно глуха, толпа никогда вот вся целиком не меняет настроение. Вот сначала его хотят убить, потом говорят, нет, не будем его убивать, Господь вроде через него говорит. Потом несколько вельмож говорят, смотрите, как мы живем, надо что-то менять. То есть идет постепенный процесс проникновения этой вести в головы людей, причем начинается с верхушки. Но если они старейшины, то, наверное, они посообразительнее всех остальных. «Был другой человек, который пророчествовал от имени Господа, Улья, сын Шамаей, скрият и Арима. Он пророчествовал об этом городе, об этой земле, то же самое, что и Иеремия. Когда царь Иаким со всеми своими воинами и вельможами услыхал слова пророка, то захотел убить его. Улья узнал об этом, испугался и бежал в Египет. Царь Иаким послал своих людей в Египет, послал туда Алнатана, сына Ахбора и людей с ним. Они увели Улью из Египта, привели его к царю Иакиму, царь убил Улью мечом, а труп велел бросить могилу для простолюдзинов». Мы об этой истории практически ничего не знаем, куда все это отнесено. Да это просто пример. Это просто пример того, как можно было поступить по-другому. Иеремия не бежит. А бежал бы, вероятно, догнали бы, убили. Почему, кстати? Почему вот он бежал, его догнали и убили, даже из другой страны привели? Ну, наверное, потому что, если человек бежит, он выказывает страх перед толпой. И толпа за ним гонится, или правители за ним гонятся. Иеремия не боится. Это не значит, что с ним будут поступать мягко и обходительно. Вовсе нет, к сожалению. Но, пожалуй, вот его безопасность сейчас – это не бояться. Побежать – значит, навлечь на себя погоню. А он выходит с этим словом Господом. Итак, только благодаря Ахикаму, сыну Шафана, Иеремию не выдали народу на смерть. Вот находится всегда один человек. Не всегда находится, но если находится хотя бы один человек, лучше так скажу, то ситуация может измениться. Один в поле не воин, говорят. А вот иногда – да. Вот иногда поступок одного может серьезно изменить ситуацию. Но, конечно, это не последние проблемы Иеремии. В 27 главе мы прочитаем о других последствиях. Субтитры создавал DimaTorzok